Добрый вечер, на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Внимание, проблема! Ответственности главы здесь пока недостаточно задачи были поставлены. А что Рустам Мениханов указал обратить внимание в Зеленодольске, узнал Дмитрий Аринин. Помощь матерям! Шесть лет прошло, более чем в два раза уменьшилась доля рождения у женщин в этой возрастной категории. О том, как в Татарстане будут поддерживать молодых мам, расскажет Алина Бережная. Яркие красные автобусы, но с горячим ли сердцем? Автобусы старые, холодные, кондукторы сами говорят. Успевать ли казарцы согреться в столичных автобусах, испытала Альбина Менебаева. Он изменил взгляд зрителей на оперу. Великий человек, великий гражданин. В Казани отметила 145 лет о дне рождения Федора Шаляпина. Как это было? Анна Городнова. Рустам Мениханов отметил блестящее выступление фигуристки Евгении Тарасовой в паре с Владимиром Морозовым Пхенчханем. Президент поздравил спортсменов с олимпийской серебряной медалью в командном турнире. В телеграме он пожелал дальнейших успехов и поддержал спортсменов. Мы болеем за вас, верим в ваши силы и ваши победы, пишет Рустам Мениханов. Свои поздравления он высказал также заслуженному тренеру по фигурному контаге Катанию Нине Мозыри, маме спортсменки Татьяны Тарасовой. Отметил Рустам Мениханов и фигуристку Алину Загитову. Она также принесла в копилку российской сборной серебро. Президент отметил, что ее выступление в образе китри из балета «Дон Кихот» не оставил никаких шансов из других команд. С большой радостью узнал, что у Алины татарстанские корни, пишет Рустам Мениханов. Он пожелал спортсменке и ее тренеру Этери Тутберидзе новых, больших и красивых побед. В Татарстане на базе зеленодольских предприятий будет создана судостроительная корпорация «Акбарс». Проект сегодня во время своего визита в Зеленодольск одобрил Рустам Мениханов. От этого объединения ждут крупных проектов и троекратного роста производства. Это должно позитивно отразиться и на всем районе. Создавать корпорацию будут поэтапно. Рустам Мениханов отметил и важность развития гражданского направления судостроения. Нам надо наращивать гражданское направление – яхты, катеря. Экспертный потенциал нужно развивать с учетом не только российского рынка, сообщил он. При этом главное – сделать продукцию доступной по цене. Зеленодольские судостроительные – городообразующие предприятия. Но не все замыкается на крупных компаниях. Поддержать сельское хозяйство, контролировать оборот земель, строить социальное жилье – такие задачи сегодня обозначил Рустам Мениханов на сессии Зеленодольского муниципалитета. Репортаж готовится к эфиру. Мы вернемся к нему чуть позже. А сейчас принесемся в Чистополь. От здорового будущего к здоровому инвестиционному климату сегодня в Чистополе подвели итоги года. Район открывает страницу своей новейшей истории. В 2017-м Чистополь получил статус ТАССР. Сегодня обновляется и социальная инфраструктура. Что Району делать теперь, чтобы стать настоящим передовиком и что здесь незаслуженно забыли? Рамиль Шайдулин. Бежевые и оранжевые тона, на стенах детские рисунки. В коридорах никакой регистратуры и очередей. Запись на прием на кончиках пальцев. Это новая детская поликлиника и новый стандарт лечения. В целом, за 2017-2018 год мы договорились все поликлиники привести в порядок. По-моему, шесть поликлиник у нас и по вашему району запланировано. Поликлиника дружелюбная к ребенку по этому проекту выглядит так. Кабинеты для процедур образца ЦРБ, чтобы дети получали лечение на профессиональном оборудовании. И здесь же игровые аналогов которых нет во взрослых больницах, чтобы пациенты не забывали, что они дети. Население Чистопольского района и Чистополя более 15 тысяч детского. С 15 числа все специалисты, педиатры, анализы, все лабораторные будут уже здесь. Идущее место экономики города предлежит промышленному производству. Здоровье людей, здоровый инвестклимат. В прошлом году Чистополь заработал 19 миллиардов рублей ВРП. Треть пришлась на малый и средний бизнес. Тогда же город стал территорией опережающего социально-экономического развития. Вошли в этот список, но это ничего не значит. Вы должны работать с инвесторами, потому что очень хорошие условия. А еще богатая история и выгодное географическое положение. Чистополь самый центр Татарстана. Но чтобы не опуститься в ранг уездного города, чистопольцы развивают сельское хозяйство и строят туристические маршруты. Город сохранил облик богатого купеческого уезда. Чистопольский государственный историк, архитектурный, литературный музей-споведник. В прошлом году посетили более 52 тысяч туристов. Совершено 82 суток захода. По итогам года совокупный доход с учреждений, задействованных в сфере туризма, составил 33 миллиона рублей. Туризм, сельское хозяйство и инвестиции – стратегия развития района до 30-го года. Только за год район так и не поднялся. Выше 22-го места по надое молока, не ахти и результаты единых госэкзаменов. Власти просят чистопольцев на пути к цели не забывать смотреть под ноги. Сельские мамы уже могут пойти за президентскими выплатами. Новая мера поддержки, введенная по инициативе Рустама Миниханова, заработала. 50 тысяч за первенца и 100 тысяч за третьего ребенка. Меры вынуждены. Таким образом планируют восполнить отток сельского населения. С условиями выплат сегодня ознакомилась Алина Бережная. Лисан Бекмухаметова на расхват. Со старшим сыном делает уроки, с дочерью рисует. В январе приятные хлопоты прибавились. Родила третьего ребенка. Теперь семья Лисан и Фаниса многодетная. Радостные события для нас были. Я очень радовался. Санглана здоровья. Работа есть. И в селе хорошо работаем. Поэтому решились смотреть тоже. Но решаются не все. Сегодня не то, что три. Но и один ребенок в сельской семье редкость. За 26 лет рождаемость в малых населенных пунктах у женщин в возрасте до 29 лет снизилась сразу в два раза. Необходимости стимулирования, во-первых, ранних рождений от 15 до 24 лет. Стимулирование рождения в сельской местности с тем, чтобы у этих женщин в дальнейшем появилась мотивация на рождение второго и третьего ребенка. Поддержать молодых и вылезти из демографической ямы. С этого года жительницам татарстанского села младше 25 лет за рождение первого ребенка выплатят 50 тысяч рублей. А сельчанкам младше 29. За третьего малыша 100 тысяч. Накануне постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. На выплаты могут рассчитывать женщины, проживающие на селе не меньше трех лет. 2020 женщин в прошлом году родили детей до 25 лет, проживая на селе достаточно длительное время. 397 человек на селе в том году до 29 лет родили третьего ребенка. Вот если нам даже удастся сохранить вот этот вот тренд, безусловно, это будет на такой серьезной поддержке. Сегодня в селах проживает каждый четвертый татарстанец. За пять лет отток превысил 50 тысяч человек. Такая поддержка молодых семей, конечно, будет влиять на благосостояние, благополучие семей. Я думаю, конечно, демографическое состояние нашего сельского поселения и в целом вообще республики, Тараса, не только республики, вообще всей России, побольше будет. Потратить единовременную выплату можно на любые нужды, будь то улучшение жилищных условий или образование для ребенка. Для того, чтобы получить деньги, мамам достаточно прийти в отдел соцзащиты, принести свидетельство о рождении детей, паспорт, заявление и счет, куда переводить деньги. Подать документы необходимо в течение шести месяцев после рождения малыша. И через 10 дней бюджет семьи уже пополнится. Деньги будут выплачиваться вне зависимости от доходов. Алина Бережная, Марат Зайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Кассиров заменили автоматы, туристы крадут жетоны и новые системы распознавания лиц. О работе казанского метро и в целом электротранспорта рассказали сегодня журналистам. Новостями им поделился генеральный директор предприятия. Побили ли казанский метрополитен рекорды по пассажирам в день метели и вырастут ли цены за проезд, спросила Альбина Солгараева. Станция метро Козья-Слобода одна из первых, на которой появились автоматы по выдаче жетонов. Теперь здесь вместо трех кассиров трудится только один. На станции Козья-Слобода кассиры превратились еще и в консультантов три месяца назад. Если возникают проблемы покупки жетона через автомат, они помогут. Добрый день. Нажимаем жетон, выбираем количество. А дальше все по схеме на руки жетон. В казанском метро установлен 61 терминал для оплаты проезда. В перспективе полный переход на бесконтактные продажи. Мы должны уйти от кассиров, мы должны уйти, чтобы люди меньше прикасались, даже прикасались к деньгам наших работников. И все автоматизировано. Нового много в тестовом режиме метрополитен запустил систему распознавания лиц. Она будет идентифицировать людей в розыске. На новой станции Дубравная, которая откроется в мае, появятся современные турникеты. В случае ЧП они открываются автоматически. Выпущены были и сувенирные жетоны казанского метро, иначе их просто выносили пассажиры. За прошлый год потерялось 12 тысяч жетонов, а это убытки. Каждый стоит 72 рубля. Обновляется не только метрополитен, но трамвайные и троллейбусные парки. Мы в 2017 году купили 7 коротких трамвая, 3 длинных трамвая и 15 троллейбусов. Спросили журналисты и о том, как пережил метрополитен снегопад века. Судя по социальным сетям, были побиты рекорды по количеству пассажиров. Толкушки в этот день не было. Там откуда это на проспекте еще пишут, показывают, как будто там весь тюбер, весь забит. Этого не было, это старая какая-то, не знаю, ну когда-нибудь у кого-то, наверное, сохранилась. Все это не было. Кто-то запустил выход со станции Кремлевской, как народ выходит. Там и в авосьмый день, когда народ выходит. И пишут, что вот стоит народ как будто на вход. Что касается повышения цен, тут решает вопрос Комитет по тарифам Республики. Сегодня же проезд в электротранспорте стоит 25 рублей за наличные, по картам 23 рубля. Если же будет принято решение о повышении стоимости проезда в Казани, этого не избежать. Какая цена стала бы оптимальной, сегодня так и не озвучили. Альбина Слагараева, Мородзайдулин, ТНВ, Казань. Народный контроль в действии пассажиры 68-го казанского маршрута написали в портал. В салоне автобуса холодно. Напомним, что сегодня в Казани утром термометры опустились до минус 18. Насколько жарко должно быть в автобусе, когда на улице такой мороз, и соответствует ли действительности сообщения, выясняла Альбина Минебаева. Вообще у них автобусы старые, холодные, кондукторы сами говорят. На улице минус 13, жительница поселка Вознесенская, Светлана Киева, ожидание заветного плюса. На остановке считает минуты до приезда 68-го автобуса. Но вот, говорит, согреться там не всегда получается. Делать не делают, не ремонтируют пески. 20 минут ожидания и снова в холод. От мороза в салоне эмоции нахлынули. И у другого жителя поселка. В итоге, жалоба в народный контроль. У них что, печка вообще не работает? Требую обеспечить пассажирам хотя бы минимальный комфорт. Правда, чувствительного к холоду пассажира сегодня дома не оказалось. Чтобы проверить температуру в салоне автобуса, нам пришлось простоять на остановке минут 15. Поселок Вознесенская, последняя остановка перед конечной. Видно, что здесь нет остановочного павильона. Поэтому приходится 68-й автобус ждать вот так вот на ветру. И пока мы его ждали, изрядно уже успели замерзнуть. Посмотрим, сумеем ли согреться в собственном самом автобусе. Бывает, что тут все замерзшее. Даже невозможно заходить. Заходишь и ноги в разные стороны разъезжаются. Может, они на улице стоят, не знаю. А потом сзади они не нагреваются. Плюс 10 в салоне, когда за окном до минус 25. Таковы нормативы температурного режима в транспорте. Кондукторы и водители подтверждают. Холодно бывает. Но на это есть свои объяснения. Это от погоды зависит. Через дверь открываем, закрываем. Откуда будет тепло? Сегодня в Казани 10 автобусов 68-го маршрута. У второго транспортного предприятия больше 200. Каждый из них перед выходом на рейс проходит проверку. Дверь открывается в салоне с интервалом минимум 5-10 минут. Потому что остановка проезжает. Постоянно открывается салон дверей. Столько может быть из-за этого им показаться, что это будет прохладно. Получается, пассажирам этого маршрута, которые утром спешат по своим делам, стоит утепляться, ведь транспорт нагревается минимум 1 час. Альбина Небаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Задержан директор Казанбашской школы Айдар Софиуллин. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет. Он подозревается в причастности к отравлению школьников. Напомним, 10 и 11 февраля в Республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников. У всех пострадавших один диагноз – острая кишечная инфекция. Ранее директор написал явку с повинной и выразил готовность сотрудничать со следствием. В настоящее время по подозрению в причастности к совершению преступления задержан директор школы, я напомню, что ранее он убил в Барске Мерселон с явкой с повинной и сообщил о вывешившихся в нарушениях в процессе обеспечения детей продуктов питания. Их он дал желание на сотрудничество следствия. Не капризы природы, а химические выбросы. В Нижнекамске экологи установили причину серого снега. В этом виноват нефтяной кокс. Он ничем не огорожен и не изолирован. Неудивительно, что ветер разносит нефтепродукт по намного километров. Теперь руководство компании, которое принадлежит склады, должно придумать, как решить эту проблему. Результат анализов показал, что нефтехимический продукт малоопасен для здоровья. Тем не менее, многие нижнекамцы пожаловались на плохое самочувствие. И возвращаемся в Зеленодольск. Сегодня здесь подытожили 2017 год и обозначили задачи на этот. Поддержать сельское хозяйство, контролировать оборот земель, строить социальное жилье. О проектах и поручениях Дмитрий Аринин. С развитием промышленности связывают благополучие всего Зеленодольского района. Об этом говорили на сессии. Сейчас средняя зарплата зеленодольцев ниже, чем средняя по Татарстану. Помимо судостроителей, надежды возлагают индустриальный парк М7 и создаваемую промплощадку М7 «Новая волна». Помочь должный статус территории, опережающего развитие. В принципе, это только старт новой экономики Зеленодольска. И как показывает опыт набежных челнов, старт очень удачный. Но и конкуренция за привлечение инвесторов идет очень жесткая. И здесь придется поработать не только головой, но и лаптями. На сессии подробно обсудили актуальную для Зеленодольска тему расселения из аварийного жилья. Как доложил глава, новые квартиры получили полторы тысячи семей. И в ближайшее время в городе мой снесен каждый четвертый дом. Рустам Мениханов указал, эти земельные участки должны использоваться именно под нужды социального строительства и не оказаться в руках бизнесменов. Там будет социальное жирюле устроиться. Это самое главное. Не куда там и это. Это все в резерве, значит, от личного фонда. И главное, ее правильно использовать. Я тебе говорю, что это случайно своим друзьям эту землю не переписал. Также президент поручил местным властям лучше поддерживать фермеров и врачей. А конкретно главе обозначать больше проблемных моментов и персоналей, кто не дорабатывает. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Это новости Татарстана и далее выпуски. Заветный шаг. Для себя я поставил цель, что мне нужен этот экзоскелет до 25 лет. Я должен в нем уже ходить, должен уже научиться выйти на улицу самостоятельно. Как помочь Равилю Габдрахманову, расскажет Динара Камалова. Он изменил взгляд зрителей на оперу. Великий человек, великий гражданин. В Казани отметил и 145 лет со дня рождения Федора Шаляпина. Как это было, Анна Городнова. Рустам Мениханов выразил соболезнование губернатора Оренбургской области Юрию Бергу в связи с крушением самолета Ан-148. Татарстанцы с болью восприняли известие о гибели пассажиров и членов экипажа. В лайнере находилась и уроженка Казани Екатерина Насырова. Ее семья Рустам Мениханов поручила оказать необходимую материальную помощь. Напомним, трагедия в Подмосковье произошла 11 февраля. Самолет саратовских авиалиний летел из Домодедова в Орск и упал через 4 минуты после взлета. Первую в этом году сессию Госсовета Республики пройдет 20 февраля. Об этом сегодня сообщили на заседании президиума. Депутаты рассмотрят 36 вопросов. Это внесение изменений в закон о местном самоуправлении, об автомобильных дорогах и об обращении граждан. Также парламентария планирует обсудить бюджеты и семейный кодекс республики. Сегодня депутаты дали старт новой парламентской акции под названием «Пишем законы вместе». Это значит, что жители могут обратиться к депутатам законодательными инициативами. Мы обязаны собрать их предложения и волнующие их вопросы внимательно посмотреть и положить на действующую законодательную базу республики. Может быть, какой-то закон надо уточнить, за что мы будем очень благодарны таким людям, которые небезразличны к этим делам. Мы сегодня спросили казанцев, с какими бы инициативами они обратились к депутатам. Много предприятий, которые работают, ну скажем так, без оформления трудовой. И, естественно, к пенсии ничего не начисляется. То есть человек выходит на пенсию и без денег остается. И я думаю, что вот это надо контролировать. Компенсации на зарплату есть, а на инвалидность компенсации много, ни грамма, ничего не прибавляется. Я предлагаю, надо как-то закон принять, чтобы тишину-то соблюдали. У нас под нами магазин, они работают до 10 часов, но у них грузчики работают круглосуточно и ночью. У него есть только год, чтобы встать на ноги. Инвалиду-колясечнику нужна помощь волонтеров у Равиля Габдрахманова ДЦП. Чтобы самостоятельно ходить, ему изготовили экзоскелет. С помощью этого устройства можно научиться стоять, сидеть и ходить. Но одевать его сам он не может. Как исполнить мечту Равиля? Дали в репортаже. Тут самое главное под меня этот экзоскелет засунуть и зашнуровать. А дальше уже процесс легче идет. Этот экзоскелет единственный шанс научиться ходить. Равилю 24 года, инвалид с рождения у него для ЦП. 26 операций уже позади. Осталось сделать последний рвок. Встать на ноги. Для себя я поставил цель, что мне нужен этот экзоскелет до 25 лет. Я должен в нем уже ходить, должен уже научиться выйти на улицу самостоятельно. Ортез изготовили по индивидуальным меркам, бесплатно. Его Равиль добивался 3 года, но сейчас появилась новая проблема. Самостоятельно, конечно, он сам не сможет, потому что даже человек, который одевает, это занимает порядка 30 минут. Мне было непривычно, как будто меня заковали всего. Сейчас уже такого сопротивления нет. Зашнуровать, чтобы было удобно, а потом помочь подняться. Правый. Вот Равиль с гордостью демонстрирует свои первые шаги. Пусть и с поддержкой. Сейчас ему помогает друг. Иногда приходит девушка, больше парню помочь некому. Мама на пенсию. И у нее просто не хватает сил на подстраховку. Если равновесие теряешь, то сразу тащит вперед. То есть, как бы ты падаешь. Если уже упал, то самостоятельно уже не встанешь. И повернуться даже в этом экзоскелете невозможно. Это как гипс. Один, ты тоже самое, не повернешься. Раз, два, три. Равиль постоянно поддерживает форму, занимается в бассейне, проходит курс мануальной терапии. Для максимального эффекта он хочет приобрести беговую дорожку. А сейчас ему нужны помощники с сильными руками и свободным временем, чтобы помогали одевать ортез и поддерживали. Если занятия будут регулярными, хотя бы чаще трех раз в неделю, говорит парень, через год он уже сможет встать на ноги. Это его последний шанс, ведь после 25 лет костно-хрящевые ткани уже не эластичные. Динара Камалвана, Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Раньше только слушали, а благодаря ему поняли. Оперу интересно и смотреть. Сегодня 145 лет со дня рождения Федора Шаляпина. Это про него говорили, соединил в своем творчестве прирожденную музыкальность, яркий вокал и необыкновенное актерское мастерство. Уроженец Казани, он прославил ее на весь мир. Как сегодня вспоминали, Шаляпина расскажет Анна Городнова. В этой церкви крестили маленького Федора. Здесь, в Богоявленском соборе, сегодня прошло торжественное богослужение. Такая вот гордость нашего города, гордость нашей страны, гордость всего мира. И поэтому я прям чувствую, что у меня есть такое желание почтить память этого великого человека. Когда поминают усопших в таких храмах, это какой-то покой, может быть, там им. После богослужения все идут на улицу Баумана. Здесь установлен первый в мире памятник Шаляпину. Он запечатлен в граните. Все несут сюда цветы и читают стихи о великом басе. Во-первых, наш земляк. Во-вторых, гражданин мира. И самый лучший бас всех времен и народов. Величайший актер среди певцов говорили о Шаляпине. С его приходом мир узнал. В опере можно не просто петь, еще и играть. В Казани он прожил 17 лет. После покорил Большой театр, Мариинский, дальше Европу. Живой памятник Шаляпинский фестиваль, который каждый год бьет рекорды. Вот 145 лет прошло, а он обогревает наши души по всему миру. И это же нужно обладать какой? Энергией, энергетикой. В Казани мест, связанных с легендарным именем, около 50 пешеходных экскурсий, особо популярных среди туристов. Я всегда показываю дом, где был флигель, где во дворе, где Шаляпин родился, обязательно. Особенно, когда провожу экскурсию Казань литературной. Сегодня ровно 145 лет со дня рождения артиста. Фестиваль традиционно отметит его оперой Борис Годунов, в которой певец исполнял целых три партии. Анна Городнова, Рина Сафин, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok «Алмак-01». Нужен, чтобы избавить от боли и вернуться к активной жизни. «Алмак-01». Работает. Проверено. Выгодно купить сейчас. «Алмак-01» в аптеках «Вита» и «Вита-экспресс». Чулпан Хаматова с новой программой «Пунктиром». Успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. «Азина авто». «Минская-1». Телефон 512-12-12. Ты еще не знаешь? Стоматология на восстании 105. Металлогерамика от 2,5 тысяч рублей. И скидки на лечение 20%. Телефон до записи. 560-99-22. Актив «Хамселемат» бұлу «Бик Махим». Уз кишігізгі ұшанышыны соқлап қалуда, сізгі мәжбүри медицины именияты полисы бойынша диспансеризация өту ердәмитер. Әгер яшығыз байыл үш кәбілін әйкен, поликлиникада бұшылай текшерін өллер ұзағыз. Анализлар берегіз. Хәм, тапиптан кингешілер олығыз. Диспансеризация ауыруны башланғы шырында өші қлап, аны вақытында давалы башлауға әтергіш берешек. Үзегіз білян паспорт, хәм мәжбүри медицины именияты полисыны алып барыға ұнытмағыз. Диспансеризацияға язылығыз. Селематлігігізіне құрқыны шастына қуймағыз. Барлық сарауларығыз бойынша да Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. В ожидании олимпийского золота. Российские спортсмены в Южной Корее пополнили копилку наград еще одной бронзой. В керлинге российская смешанная пара Анастасия Брызгалова-Александр Крушель-Ницкий принесли стране третью медаль. Уникальное явление для олимпиады российского спорта. Впервые в керлинге выиграла супружеская пара. Сегодня днем в олимпийской программе лыжные гонки классическим стилем на 15 километров. К сожалению, татарстанец Андрей Ларьков не попал в список участников. Значит, ждем его на эстафете. Главная надежда на наших фигуристов. Уже завтра ждем парное выступление и очередную медаль Евгении Тарасовой. А вот в женской одиночке Евгении Медведевой придется побороться с Алиной Загитовой. У России нет медалей в керлинге. И чтобы он становился более популярным, нужно привезти олимпийскую медаль. И мы именно за этим сюда и ехали. К новостям баскетбола. Уникс на выезде переиграл Калев в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы выиграли три четверти и одержали закономерную победу. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 15 очков. Дабл-дабл на свой счет записал Стефан Ласмен. На его счету 10 очков и 11 подборов. Уникс уверенно вел игру, две минуты не позволяя хозяевам набирать ни одного очка. Итоговый счет встречи 75-67 в пользу казанской команды. В активе уникса стало 13 побед при одном поражении и первое место в чемпионате Единой лиги ВТБ. В следующем туре 3 марта казанцы примут дома Краснодарский локомотив Кубай. И в завершении к единоборствам воспитанник татарстанской школы дзюдо Владислав Тормаков стал серебряным призером Кубка Европы. В составе российской сборной наш спортсмен выступил в весовой категории до 55 килограммов. В полуфинальных схватках татарстанец уверенно победил опытных дзюдоистов из Армении и Украины. Состязания проходили в итальянском городе Фаллонике. Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Впереди у студента Казанского училища Олимпийского резерва Тормакова еще три европейских турнира, по итогам которых он может получить путевку на первенство Европы. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска и заготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в феврале со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Ночные температуры в республике значительно понизились. В нем же существенных изменений в погоде не ожидается. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность, пройдет снег, температуру воздуха составит до 11 градусов мороза. На северо-востоке облачно с прояснениями снег и до 13 градусов ниже нуля. На севере Татарстана переменная облачность пройдет снег, температура воздуха составит минус 12 градусов. На северо-западе тоже не обойдется без снега, там температура воздуха составит минус 14 градусов. На юго-западе республики пасмурно снег и до 13 градусов мороза. В центре Татарстана ожидается переменная облачность со снегом, температура воздуха составит от 10 до 14 градусов мороза. В последующие сутки в республике будет ясно, осадки будут маловероятны. В Казани будет облачно, пройдет снег, температуру воздуха составит минус 12 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление повышенное, 767 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха 77%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин